вот это улыбочка смайл фэйс чё он такой довольный блин хоба всем здарова с вами как всегда ваш дорогой братишка и мы с тобой продолжаем смотреть ски беди туалет и вышла наконец-то 68 серия причем видимо там две части будет ну что же ребят обязательно залетайте в телеграм это очень важно там уведомления плюс расписание ребят буду вас всех ждать итак начинается а до сих пор прикинь я думал хотя бы покажут что там будет внутри я чё творит а а сейчас мы поглядим что вообще тут титан то делает ну и не один между прочим там вроде как троих было капец титан чё он творит а ну это фейк джимены это пони это каждый понимает тут просто один титан всех выносит ребят прикиньте уни слава богу я думал опять начнется сейчас вот это вот бедный джимен вот это улыбочка смайл фэйс чему такой довольный блин офигеть но это фейк ребят понятное дело что это скорее всего фейк конечно настоящее уже давно давным угнал до аппарату да блин я думал в этой серии как раз то покажет но ну-ка ай блин чё там творится блин это очень интересная на самом деле серия ребят хотя бы посмотреть что реально здесь то ну джимену конец это просто жесть его расфигачили ну что же друзья вот такая вот у нас коротенькая я конечно вот ты уже наверное десятый раз повторяю то что что же там внутри но это уже в следующей серии я так понимаю ребят а сейчас мы пойдем разборчик на 67 серию четвертую часть смотреть от фордова погнали ну что же друзья а сейчас мы поглядим разборчик от фордова всеми желаю приятного просмотра приятного аппетита ссылочка на фордова будет в описании погнали глядя новая серия с кибиди той лет она заканчивает эпопею с битвой титанов и ученого или же нет давайте обо всем поговорим по порядку но перед тем как начать прошу подписаться на канал ведь только треть моих зрителей смотрят меня с подпиской еще у меня есть телеграм где выходят новости по каналу из кибиди той лет также если это видео наберет 40 тысяч лайков то я буду выпускать новые разборы сразу же после выхода новой серии эта серия с того на чем закончилась предыдущая синема мэн полностью уничтожает ученого своим лазером из ядра едва титана встают позади него синема мэн дает титану камерамэну новую линзу так как прошлую у него забрал ученый во время битвы потом он смотрит на спикер мэна титана тот ему просто машет а синема мэн грозится пальцем и говорит don't stop me что переводится как не тыкай меня ножом этот слайд на да да я напомню со спины ударил синема мэна ножом в телевизор видимо синема мэн это запомнил титан спикер мэн лишь махает головой соглашаюсь с этим он почувствовал легкий стыд за свои старые поступки вдруг около титанов появляется целый отряд летающих скибедистов основная сила которых это три джи мэна я не думаю что это какие-то клоны джи мэна это лишь его фейки ну да 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 при битве одного такого с титанами синема мэн уже готовится к бою взвержая свой клинок после чего улетает к ним оказывается он не только умеет телепортироваться но и летать что делает его пожалуй самым мобильным титаном двое оставшихся титанов хоть и ранены но все же решили присоединиться к битве ведь ученые по их мнению полностью побежден и как только они отошли нашего оператора взламывает дофаг передавая сообщение look to the left что переводится как посмотри налево это вообще я даже прикинь я даже вот это не увидел ну я толком здесь ничего не буду говорить потому что блин разборчик такой душевный что я не хочу даже перебивать представляет моя теория будет о том что дофаг связан с новой расы вски беди той лет а именно с компьютерменами он умеет взломать технику и агентов также когда это происходит то цветовая гамма и антураж похож на такой же из матрицы я думаю вскоре нам представят новую расу компьютерменов и дофаг окажется одним из них кстати давно об этом говорили предполагали у каждой раз и и своя цветовая гамма получается раз дофаг пролежит новой расе агентов то есть свои действия он делает во благо других агентов то есть он полностью на их стороне вернемся к сообщению после него оператор сразу же посмотрел налево где как оказалось виден ученый вот тут моя теория с прошлого разбора полностью подтвердилась давайте я ее вставлю сюда чтобы вы убедились в этом так что я пришел к выводу что ученый был в этом роботе но он просто небольшой и прячется внутри робота как по мне на самом деле он лишь пилотировал этого большого робота а сам остается прежнего размера титаны и пока его не обнаружили и он попытается сбежать когда они отвлекутся ученые все это время был лишь пилотом в большом роботе он замечает и пытается его уничтожить пока тут всем не сообщил что он жив но у него это не получается агент достает две ракеты и стреляет ими в ученого что-то на этот раз ученый не ухмельнулся этому а лишь улетает понимая что ему нельзя тут надолго задерживаться смешно он сказал в любой момент могут его заметить и уничтожить какой он зараза недовольный при помощи своего ранца все это время титаны сражаясь около его базы оператор поворачивается к входу его держит спикермен который так изрядно ранен но он помогает другим агентам проникнуть на базу ученого когда уже все забежали он справляется с дверью и погибает это новый герой адресов ребятам чтим его память в комментариях кстати помог ему задержать дверь да фак потому что мы видим как терминала двери искрится зеленым светом а зеленый цвет принадлежит ему на базу забежало ровно 10 агентов среди которых есть красный радио мэн и розовый камера мэн тот который фанат спикер вуман надеюсь вы о нем не забыли ну и последним забегает вантус он все-таки выжил после встречи с ученым о чем я и говорил в прошлый раз вантус хоть и ранен но все-таки он один из сильнейших агентов также один из камера мэнов прихватил вантус и отдает ему жаль лишь только один они два ну и так сойдет у одного из радио мэнов можно заметить странное оружие а именно бита бита это в сериале я не припомню такого возможно это будет новый персонаж спикермен сбитой если конечно он выживет после но это очень круто то что даже есть вот именно второстепенные герои понимаешь это очень круто что не одни только а вот именно такие второстепенные это очень круто я уже говорил о том что наш оператор все это время был большим камерамена и в этой серии это только подтверждается ведь по сравнению с другими он довольно высокие когда полностью встает на ноги и у него синяя рубашка это надо вам запомнить ведь когда появляется новый агент с цветной рубашкой то он обязательно будет нам показан позже и становится полноценным персонажем еще меня интересует розовый камера мэн он как будто все это время стоял именно около панели от двери который взламывал дофак и у меня есть теория что розовым камера мэном может управлять дофак ведь он по сути уже показал что умеет взламывать агентов все серия получилась отличной а вы что думаете напишите в комментариях также не забывайте поставить лайк это очень важно для канала подписывайтесь на канал и телеграм всем пока ну что же друзья надеюсь вам понравился разборчик мне очень понравился ссылочка на fordala будет в описании также ребята обязательно ставьте лайкосик залетайте в телеграм это очень важно потому что я там сейчас расписание на каждый день где-то в 9 даже в 8 утра по москве делаю там дропаю вот ребят обязательно майкос бай-бай дорогие братишки